До конца года Дагестан получит 3 миллиарда 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Такое распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. С просьбой о дополнительном финансировании для оплаты труда и других социальных расходов временно исполняющей обязанности главы Дагестана Владимир Васильев лично обратился к президенту страны. Полученные средства позволят выполнить в полном объеме все социальные и коммунальные обязательства. Среди них приобретение медикаментов и детские пособия. В доходной части республиканского бюджета заложены в виде неналоговых доходов поступления от продажи газовых сетей. В течение года газовые сети не удалось реализовать и в связи с этим у нас образовался реальный дефицит средств в бюджете текущего года в сумме 4,1 миллиарда рублей, которые невозможно восполнить другими доходами. Неналоговые доходы вроде по году у нас идет все хорошо, мы ее перевыполняем, сегодня по итогам 11 месяцев у нас поступление составляет более 100%. Поэтому в связи с тем, что не поступят эти доходы, могла сложиться критическая ситуация с исполнением расходных обязательств. Это расходные обязательства, это заработная плата декабря, территориальный фонд медицинского страхования, в том числе там и заработная плата, и медикаменты, и все эти обязательства, все соц. выплаты. Фактически вот месяц декабрь у нас по соц. обязательствам выпадал. Поэтому глава республики Владимир Абдуллович обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помочь республике. И президент Российской Федерации принял такое решение, помочь республике в сумме 3,2 миллиарда рублей. 900 миллионов рублей, разницы которой нам не хватает, на сегодняшний день идет работа с Минифином Российской Федерации, и надеемся на эту тоже помощь, чтобы все расходные обязательства исполнить текущего года. А эти расходы составляют заработная плата в сумме почти 2 миллиарда рублей. Говоря про заработную плату, я хотел бы подчеркнуть одну деталь. Заработную плату не все бюджетники получат 100%. Часть бюджетников получат 100%, часть бюджетников получат в объеме аванса. У нас в бюджете на 2017 год только заложен аванс в виде 40% в связи с тем, что ряд последних лет сложилась такая практика. Из-за нехватки бюджетных средств мы все время закладывали только 40% за декабрь месяц. Но вот этот остаток, то, что не успеем выплатить в этом году, мы в начале января, после январских каникул, сразу закроем декабрьскую зарплату в полном объеме той категории, которая недополучит 100% заработную плату за декабрь. И в бюджете 2008 года уже все обязательства включены, и в декабре уже будет 2018 года всем бюджетникам расходных обязательств на бюджет 2018 года заложено весь объем средств. Поэтому в следующем году такой проблемы с получением заработной платы у людей не будет. Поэтому это такое серьезное решение и серьезная помощь нашей республике. Это говорит, в конце года принято такое решение с резервного фонда, это единичные бывают решения. И я думаю, это авторитет нашего главы и внимание президента Российской Федерации к нашей республике.